Система паутина от ГИБАДД отложили на осень 2022 года. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это снова канал Автосправочное. Ранее, летом 2021 года, я уже рассказывал о системе паутина от ГИБАДД. Что это такое, коротко напомню. Система паутина – это информационная база, которая объединяет в себе все системы автоматической фото-видеофиксации во всех регионах России. Я напомню, на сегодняшний день большой проблемой является то, что каждый субъект Российской Федерации использует различные комплексы фото-видеофиксации, программное обеспечение которых, соответственно, точно так же отличается. Соответственно, это не позволяет привести к единому знаменателю все вот эти данные, всю эту информацию, которая получается с комплексов фото-видеофиксации. Система паутина как раз-таки имеет своей целью объединения всех вот этих разрозненных комплексов фото-видеофиксации в единую информационную базу данных. Целью данной системы является это поиск угнанных транспортных средств, транспортных средств, которые находятся в розыске в базе данных ГИБАДД. Помимо этого, функциями системы будет являться поиск водителей, которые скрылись с места ДТП, поиск транспортных средств, у которых прекращена регистрация, водители, которые ранее были лишены водительских прав и так далее. Предполагается, что после полноценного запуска данной системы у водителя уже не будет возможности скрыться где-то в другом регионе. На сегодняшний день ситуация обстоит таким образом, что, к примеру, если человека объявили в розыск из-за того, что машина угнана, передвигается он на угнанном транспортном средстве, либо он есть информация, что скрылся с места ДТП и так далее. Если два соседних региона не взаимодействуют в плане фото-видео фиксации, то, в принципе, на территории данного региона сотрудники ГИБАДД могут при помощи функционалов системы фото-видео фиксации практически пошагово отследить движение данного транспортного средства. Однако достаточно ему переехать границу региона, то есть переехать в соседний субъект, в соседнюю область или республику, и, соответственно, след этого автолюбителя уже будет потерян. Если же в этих регионах будет действовать система паутина, то будет введена так называемая бесшовная система, то есть действие любого автолюбителя, его движение, его маршрут можно будет отследить при помощи всех этих действующих на сегодняшний день комплексов фото-видео фиксации. По состоянию на середину 2021 года полноценная система паутина заработала только в Центральном федеральном округе. В вашем направлении движется Пежо Красное, номер 266. Принял. Дорожные камеры теперь фиксируют не только несоблюдение рядности или превышение скорости. В Рязанской области заработала система паутина. Это программа, объединяющая в себе данные со всех комплексов автоматизированной фиксации нарушений, которые расположены в области. За считанные секунды сканируются госномера всех проезжающих машин. Подозрительные выделяются из потока. Затем оператор системы передает данные экипажам ДПС, работающим по всей области. Накануне всего за пару часов в регионе было зафиксировано более 30 нарушений. Большая их часть в Рязани. Сегодня за 2,5 часа работы было выявлено 6 автомобилей с прекращенной регистрацией. Представляем протокол изъятия и взимаем госрекзнаки и свидетельство о регистрации. Тогда сообщалось, что сроком внедрения системы паутина на территории всей России является конец декабря 2021 года. Однако 2021 год у нас закончился, а система паутина полноценно на сегодняшний день по-прежнему так и не заработала. По актуальным данным на сегодняшний день к ней подключены 42 из 85 субъектов России. Однако для того, чтобы полностью, полноценно использовать возможности данной системы, необходимо, чтобы к ней были подключены все субъекты России. В частности, это также позволит использовать данные этой информационной системы для электронного обжалования штрафов ГИБДД, полученных из нее, через портал Госуслуг. Я напомню, такая возможность появилась официально с 1 сентября 2021 года. То есть на сегодняшний день те штрафы, которые приходят вам через портал Госуслуг, вы также можете обжаловать через портал Госуслуг в электронном виде в режиме онлайн. Соответственно, запуск вот этой системы паутина должен повысить эффективность этой работы. То есть, с одной стороны, должна повыситься эффективность по отслеживанию, по поиску водителей, которые находятся либо в розыске, либо лишены прав, передвигаются на транспортных средствах с прекращенной регистрацией и так далее. С другой стороны, бонусом для автолюбителей должна стать возможность оперативного обжалования полученных штрафов ГИБДД посредством портала Госуслуг. Почему же эта система на сегодняшний день по-прежнему не до конца не введена в эксплуатацию? По мнению экспертов, это связано с дефицитом российских процессоров. То есть, согласно требованиям, эта система паутина должна полностью базироваться на отечественных серверах, на отечественных процессорах. То есть, должно применяться именно отечественное, получается, и программное обеспечение, и отечественная аппаратура. Однако, на сегодняшний день не всем регионам хватило имеющихся этих процессоров, серверов и так далее. Поэтому, по последней информации, полноценный глобальный запуск системы паутина отложили на осень, на сентябрь 2022 года. Получится ли у них это сделать, запустится ли эта система к сентябрю 2022 года, мы узнаем уже в ближайшее время. Вот такая вот информация. Что вы думаете по поводу запуска этой системы, насколько это хорошо, либо плохо для рядового автолюбителя, вы традиционно можете поделиться своим мнением в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что рассмотрели видео до конца, всем удачи на дорогах и всем пока!